На маленьком плоту Взяв только сны, грёзы и детскую мечту Вот по моим собственным наблюдениям Всё-таки что-то у нас не так с поверхностью Земли И в первую очередь геодезия, которую мне всё-таки приходилось изучать и работать самостоятельно Говорит нам о том, ребята, не всё так кругло, как нам рассказывают Геодезия о шарообразности Земли не знает Мало того, она её не учитывает И вообще на неё каким-то образом даже никогда не реагировала Мне пришлось участвовать в проведении воды Из одного населённого пункта в другой Там был водозабор И 60 километров надо было тащить по степи этот трубопровод Прежде чем этот трубопровод начнут прокладывать и копать траншеи Конечно, вызываются геодезисты, которые производят все эти работы Так вот, смотрите Если бы Земля была круглая То мы должны были учитывать закругление этой Земли Потому что от точки, в которой мы находимся И перпендикуляра под названием плоскость До следующей такой же точки Если мы возьмём расстояние в 60 километров И возьмём вот этот перпендикуляр Продолжим его дальше То выяснится, что точка вторая На 60 километрах Она находится ниже По загибанию Земли Находится ниже на 8 метров Стоя здесь, я не могу увидеть человека с рейкой На той стороне Потому что мне не даст горб Земли Но я его вижу Мало того, я отсюда сравниваю С этой главной точкой, с которой на пригорке Мы смотрим сюда, смотрим сюда Берём расстояние И берём его по прямой Не учитывая никакого загибания Земли Точно так же не учитывает ни один геодезист в мире Не те, кто прокладывают железные дороги Не те, кто рассчитывают железную дорогу Не те, кто рассчитывают каналы Никто никогда в геодезии Не учитывал закругление Земли Мой тесть 32, по-моему, года отплавал Был старшим помощником на корабле Вот он мне говорил, что никаких глобусов В ковид-компаниях нет Ни один капитан Не рассчитывает там циркулем по глобусу Потому что приплывёшь Неизвестно куда Вся морская навигация Производится по картам плоской Земли Вот смотри, вроде бы такая фигура фиглярская Несерьёзная, но для нас-то несерьёзная фиглярская фигура Открывает дорогу и большие двери к очень интересным большим темам Есть такая штука под названием лоза Это не то, что рубят казаки шашкой И не то, что употребляется шизофрениками для поиска воды На дачных участках Это фамилия И вот как человек с какой лёгкостью и скоростью Восхитительно ставит на себе точку Причём, смотри, мы, в общем, воспринимали Многих людей До последнего времени как адекватных Они хлопочут Что-то комментируют Главное, чтобы они все ходили по водам И тогда мост будет просто не нужен И мне кажется, это бы решило Все проблемы Не о том Возможно, нет Тогда нужно было вообще, конечно, вызывать Девса Потому что у него работа с разрядными явлениями типа молний То есть он мог бы пригодиться как сварщик Единственный сортир, где нужно тужиться и издавать звуки в полном одиночестве И вот тогда-то всё становится Ясно? Мы знаем, что вдруг Товарищ принялся пропагандировать теорию плоской земли Причём там, насколько я понимаю, самый мощный аргумент Очаровательный текст Что моряки не пользуются глобусом Да? Ну, более того, ему надо сказать, что шахматисты ходят тоже не настоящим слоном А в коктейле кровавая мэри отсутствует физиологической жидкости какой бы то ни было Мэри Но вообще, кстати, очень долгое время пользовались глобусами Был глобус Бенхайма И это было крайне неудобно Потому что для того, чтобы точно найти свою координатную точку на глобусе Глобус должен, в принципе, ну, примерно в два раза превышать размеры корабля Это создаёт определённого рода проблемы с транспортировкой И вот обсуждать этот плоскоземельный бред, конечно, мы не будем Потому что даже тот человек, который воскресил эту теорию, популярную в 20-х годах 19 века Он это сделал исключительно в качестве прикола и стёба Чтобы вычислить количество идиотов на трёх факультетах одного университета Он признался, он уже об этом тысячу раз написал Но это не действует на сторонников этого бреда Они в него вцепились И помнишь, я рассказывал когда-то про вскрытие мощи Сергия Радонежского Когда присутствовали при этом не только губкомовцы Не только здравхрана, нарком юстиции, попы Непосредственно архимандрит Кранит, который возглавлял троицергиеву Лавру Но и присутствовало несколько сотен верующих, прихожане Они видели всё своими глазами Они видели какие-то разбитые валенки, куски непонятных скелетов Много личинок моли, пыль, рваные тряпки Они убедились, что нет нетленных мощей Они 20 минут поговорили о том, какие попы сволочи И как они всех надурили Надурили Субтитры подогнал «Симон»